Творить пока бьется сердце. В Национальной библиотеке состоялась презентация автобиографического издания «Мой старый добрый дом. Записки художника». Ее написал заслуженный художник России, наш земляк Анатолий Рыбкин. Страницу новой книги листал Рифат Фаткулин. Анатолий Рыбкин – уроженец деревни Вурманкасы Марпасадского района. Он и художник, и философ, и писатель. Книга «Мой старый добрый дом. Записки художника» автобиографична. Здесь вся его жизнь, детство и юношество в Чувашской деревне, путевые заметки, философские размышления о жизни, творчестве и красоте. Воспоминания детства, как признается автор, позволяют ему сохранять способность удивляться, радоваться каждому новому дню, каждому мгновению жизни. Я думаю, что это никогда никому не удавалось и не удастся поплатить в такие обложки, все, что его волнует, и чем он живет, что его радует, и что он переживает. Честно признается и для меня самого неожиданность то, что вот сегодня меня как автора книги поздравляет. И мало того, что она, оказывается, получила на конкурсе среди 52 издателей вот такую книгу года. Анатолий Петрович пишет сдержанно и лаконично. Каждое слово на своем месте. Но за этой скромностью открывается большой и трогательный мир писателя, в котором есть место и мальчику, и мужчине. Новинка вышла тиражом всего тысячи экземпляров и уже стала библиографической редкостью. Он поработал во многих регионах Российской Федерации. Он побывал и поработал во многих странах от востока до запада и севера до юга. Эта философия, вот увиденная, услышанная, написанная, оформленная, оно его притянуло и не могло не притянуть к родной деревне, к быту, к сельскому, к семье, к родственникам, к природе. В планах Анатолия Рыбкина уже вторая книга. Он считает, пока есть возможность творить и писать, надо использовать драгоценное время. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.